ну что друзья добрый вечер так запись у меня идет давайте по десятибалльной шкале как нас видно как нас слышно всем привет да я тебя прям хорошо слышу громко чуть-чуть потише сделаем десяточки пошли так друзья сегодня задаем вопрос вопросы по нашей теме по теме самоопределения оживления афидевитов и всего прочего прочего антон привет смотрела тебя на ю тубе молодец благодарствую ой я включила ослышу приветствую вас дорогие очень хотела попасть на прямой эфир и вопрос сразу как говорится с места в карьер а по доверенности в суде представляю сына захожу с мусорщиками судюсь захожу в суд как живая женщина но постоль поскольку я доверенность предъявляю то уже являюсь как представителем от физического лица физическому лицу полномочия передали потребовали паспорт ты не можешь быть представителем физического лица у доверенности у меня от физического лица физическому лицу и у тебя доверенность от ее персоны на твою персону мой сын как персона дал мне доверенность нет твой сын твой сын персона или живой мужчина живой мужчиной но у него есть персона от имени его персоны выписана доверенность на имя твоей персоны так ну в нашем понимании да так их понимание физическое лицо данному физическому лицу поэтому они меня спросили при начале заседания паспорт предъявите я дала копию паспорта первый раз страницу и прописка и сразу сказала что я себя расторжествляю с этим по их мнению документам и зачитала там целый меморандум того что я оживаешь врожденная и из крови плоти и костей как нужно дальше спросила у судьи полномочия представить она замяблила сказала что не может мне предъявить никаких документов сказал что ее кавалификационная коллегия судьи назначила и на этом основании она здесь заседает на что я и сказал что у меня нет оснований ей доверять и я не заявляю от вот но поскольку поскольку я ходила в суд первый раз мне было интересно чем все это дело кончится поэтому она что-то там про мемлила и спросила так мы будем вести заседание не будем но у меня было что-то приготовлено там поэтому я хотела от вот исковому заявлению прочитать поэтому посоветовалась с человеком который со мной пришел поддержать меня он будет ну давай да им я будет ну давайте заявим вот и дальше произошло что я прочитал там все она мне стала зачитывать права что вы иметь право тире пыры я ее спросила вы кому сейчас это зачитывали все ну то есть одна ученая на ваших роликах я все это уже немножко представляла она говорит вам я буду мне как живой женщине или вот этому документу который лежат у него тогда и спрашиваете понятно непонятно не говорю ваш птичий язык вообще непонятен юридически юриспруденция ты не мой конек поэтому но не понимаю она ну вам понятно что вы можете вот я говорю я знаю что мне понятно поэтому я хочу просто дальше посмотреть что тут должно происходить может происходить это в моих горе интересов давайте продолжим ну как то так ну это было первое заседание когда там подожди подожди ольга я тебя остановлю у нас эфир не направлен на то чтобы все рассказывали истории своей жизни таких вещей слушала вопрос как не другое заседание было тоже пришло тоже само определение все прочитала волеизъявления 0 эмоций а еще и заставили маску надеть и не ответили на вопрос могу ли я сохранить свои права и свободы входя в зал по конституции какая конституция еще вот так вот секретарь сказал ольга ольга в чем вопрос даже не знаю как сейчас на апелляцию подаю как идти туда на апелляцию ну смысле как как живая ливи или как персона да ты кто ну а в чем вопрос тогда ну значит просто хотела засветиться в эфире ладно сформулируем по конкретней тогда может быть еще раз если у тебя вдруг сомнения подходишь к зеркалу и смотришь кто там там паспорт или живая женщина надо уметь им это заявить подать так чтобы они в это поверили а по-видимому еще опыта не хватает вот у тебя идешь спокойно уверенно а у нас честно говоря немножко еще поджилки тряслись так первая задача не не это не не задать вопрос как нити живым или персоны вопрос в том как сделать так чтобы поджилки не тряслись логично от чего давай разбираться от чего поджилки трясутся чего ты опасаешься в чем страх ну по-видимому до сих пор уверенности не было в своих знаниях хотя уверенность в своей правоте есть абсолютная том что наш делу право и мы должны побеждать ты вопрос не слышишь еще раз чем был страх чего ты боялась чего боялась но первый раз все когда вот это вот думаешь как бы достоинство сохранить а получалось что он наоборот мямлила ты констатируешь результат как ты себя вела я тебе еще раз задаю вопрос перед тем как ты пошла туда вообще в чем у тебя страх заключался чего ты боялась страх неведение что будет дальше я вдруг что-то не так скажу и будет хуже сейчас поняла что уже хуже ничего не может быть ну страх пропал ты знаешь да одного раза хватило поверила что это цирк что там ряженые что они в себя ведут уверенно и я посмотрел дома а нет чего их бояться пускай они боятся когда я буду приходить туда и говорить не надо чтобы кто-то кого-то боялся должно быть взаимного уважения культурное поведение это тоже слушала проходила вопросе что уважение и посыл вот этой любви да пусть у них все будет хорошо чтобы они пришли в хорошем настроении сделали все лучшим образом по совести если она у них еще осталось благодарю за уделенное время может у кого еще есть вопрос человек подожди еще часто вот страх есть перед апелляцией нет у меня страх в том что я никак ее сочинить могу уже сколько времени сижу трогать апелляцию апелляцию а и богданова изучая юриста всероссийского и друзья помогают подсказывают но это делать ропотливое знание все равно не хватает столько чтобы войти в процесс в этом всего год вожусь вот этих вот юридических вопросов это сама себя уважать начала что хоть что-то понимать начала уже кому-то какие-то советы дают а у самой еще опыта нет на вас ориентируюсь поэтому сюда и зашла сегодня в чем проблема-то апелляцию написать открываешь файл пиши апелляции сначала уже есть 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 и не взяла и пронумеровала каждый абзац или на каждый абзац пишу свою претензию ну давай сегодня по проконсультироваться подруге она говорит это не так немножко это не так то есть это труд да ну асту но страх то в чем апелляция пишется медленно напишется куда рано или поздно напишешь страх в чем до коли до коли мы должны вот это все оправдываться и нету по бумагам понимаю что мы во всем правы нас обманывают нас обворовывают а я еще должна идти и доказывать все это и они зная то что они обманывают оборот покрывают тех кто нас обманывает обворовывает а с меня требует вот ты докажи что тебя обманули обворовали представляет такие но они-то пограмотнее такие пункты что их послушаешь посмотришь вам решение она выдала так вроде они все правы дело дело не в правоте а в том пойми это если вот воспринимать как уроки то пришел неизвестно кто пытается тебя заставить делать неизвестно что то есть ничего не известно условия задачи неизвестны обстоятельства неизвестны и то есть как как с этим как бы как решать эту задачу вообще не ясно но дико интересно от этого страх от неизвестности страх от неизвестности чем больше ты будешь ходить туда тем больше тебе будет известно меньше страх будет это это до поры до времени я вот тоже это все мне как бы все хуже и хуже надоедает и надоедает до тех пор пока вот с король елены петровны не сходил получилось такое шикарное видео что после этого я сказал все теперь мне нравится суды ходить ну да да нет обливание то сразу может понравиться а тут надо просто понять что ничего страшного в этом нету это уроки чем больше туда хочешь тем больше опыта получаешь вот я вчера одному мужчине я рассказывал позавчера вы даже видео это есть он говорит в это буду бороться я говорю ты если будешь бороться то у тебя возникает вот если буквально это воспринимать то он выходит на ринг по сути если он собрался бороться бороться обычно на ринге правильно по определенным правилам а на ринг то выходит вот он один выходит а против него целый аппарат вот этот аппарат губернатора аппарат судов приставов мвд и т.д. и т.п. и все все вот эти госорганы так называемые в кавычках то есть против него выходит 1000 соперников вот кто из них победит ну тут и так ясно что 0,001 процента что он победит правильно а если он выходит не не на борьбу не на войну а именно на учебу то у него ситуация кардинально меняется не появляется тысячи учителей бесконечное количество уроков и они друг друга заменяют и постоянно дают новые уроки ну ты понимаешь это если вот у меня я колоссальный опыт полы как я только это поменял свое мировоззрение переключился на учителей что они для меня учителя и я для них учитель и вот так вот одновременно в две стороны и учу и учусь и после этого я стал колоссальный опыт получать и я тебе скажу что раньше люди такой опыт получали ну там за две за три жизни за 10 поколений а тут за одну жизнь за за три-четыре дня столько получаешь вот правильно ты сказал надо кого-то параллельно учить самой того кто нуждается в таких же подсказках поворачивается и начинать что-то делать и сам будешь укрепляться ну вот мне тоже вот этот мужчина говорит я бы он мне рассказывает гитва у меня говорит тоже очень много материала говорит у меня столько знаний горит у меня столько видео материала я говорю так отчет его держишь выливай говорю а то лопнешь переполнишься и лопнешь а он все раздувается раздувается ему уже некуда эти знания впитывать я говорю выливай их компону и выдавай порциями в youtube века там еще куда-то выдавай знания зачем ты держишь как только ты выдашь определенную порцию знаний ты сможешь другие впитать знания и выдать еще одну порцию знаний на надо этот ну как обмен взаимообмен знаниями должен быть он все копит у него уже там нет ни дисков ничего не хватает грин не хранить негде у меня наверно точно так же он тетрадки конфеты одни конспекты тетрадок этих море стоит книжек вот да не кинься где-то завалено файлами с папками казалось если ты хочешь чтобы включился этот механизм просто поставь мысли форму я хочу не не только учить но и учиться одновременно и все рано или поздно тебе позвонит очередной ученик я поняла элементарно там соседка подойдет спросит или по работе кто-нибудь или внук там брат сестра или еще кто-нибудь что жители дома шарахаются с упреками уже пользуетесь ими так это шарахаются потому что у тебя стану в установке внутренней нет кого-то научить у тебя за у тебя сейчас задача одна научиться писать апелляцию вот ты хочешь научиться а ты кого-то хочешь научить писать апелляцию нет потому что до сих пор было самой бы научиться так в том-то и дело что только для себя только в одну сторону а где вы обратная сторона в обратку чё отдаешь буквально на днях создали группу одну в селе там собрали людей которые хотят учиться вот кое-что собираюсь предлагать туда уже даже есть отзывы что вот здорово что появился такой человек который хоть что-то может прояснить я думаю что это как раз начало да ну вот тебе выход у тебя понимаешь тебя мозги сейчас это как сказать сказать у тебя в голове сейчас односторонне это такая здоровенная трасса одностороннее движение как написать апелляцию а обратной полосы нету как научить других писать апелляцию не вот едешь едешь по этой полосе и вот боишься блин а куда я там приеду то вообще зачем это нужно и получится ли доехать вообще обратной стороны нету обратного потока а все должно быть взаимосвязано все должно быть уравновешено если есть плюс должен быть и минус если есть белый должно быть и черный если есть если ты боишься научить значит тебя есть страх не научить не ты не у тебя есть страх ты боишься не научить кого-то логично вот как раз и поняла что как только мне задали первый вопрос я полезла посмотреть как можно помочь человеку и что-то предложила и действительно пришло вот такое осознание как только как только ты начнешь отдавать знания учить кого-то у тебя это апелляция сама собой напишется попробуй попробую прямо сейчас ладно там руки тянут благодарю антон сердечно благодарствую здрави антон слышно это зум моей дочери меня зовут людмила однищук мы с тобой иногда пишемся в контакте так значит у меня вопрос такой я сегодня сходила налоговую и подала два обращения в котором написала свои требования по предоставлению информации на мировой суд кстати я из города мегион рядышком соседи а предоставление чего какой информации о предоставлении сведений из игрю на на мировой суд участок номер один я там все конкретно забила как положено ой а чё микрофон выключил пардон пардон так еще раз так положено да и чё вот значит на оссп на судебных приставов и на мировой суд значит я пришла подала вот а у меня значит поставил входящие специалист мне сказала что это стоит типа то что 200 рублей хорошо готова заплатить вот она не сказала а не надо я бы смысла не надо потому что ответ вам не предоставят типа того что нужно чтобы вы писали и н н я бы так я потому и запрашиваю вас информацию в налоговых потому что и н н я найти не на ресурсах интернет не смогла не на тех печатях которые мне ставят в итоге она мне сказала типа того что ну ждите через пять дней к вам придет а вам вернут ваше заявление как поступать тогда антон где вот эту информацию понятно что эти на этих печатях нет скрывают понятно что там они все как бы это сама взговоре где взять играм ну так я смотри тебя пытались развести там по правилам я не помню где написано по моему налоговой же короче вспоминай давай про этот уголок потребителя так называемый у них там должны быть образцы заявления короче, инструкции, регламенты и все остальное. Так вот, где-то там мы вычитывали, что выписку игрюл можно заказать не только по ИНН, по УГРН, по названию. Да-да-да. Там множество вот этих параметров. Один из них достаточно указать, и тебе обязаны предоставить информацию. Все. Ну, в общем, я и сказал следующим образом. Я говорю, вы самое главное, тут мне пишите входящий, она мне проставила на всех заявлениях. Я говорю, а дальше будем посмотреть. Говорю, ваша задача, что сделать? Передать. А вот если через пять дней не поступит ответ, ну, тогда мы с вами будем по-другому нежно разговаривать. Просто будем улыбаясь, нежно выяснять, что к чему. Так, Антон, я еще хотела вот о чем у тебя спросить. Подожди, здесь тоже важный момент. Они правильно сказали, 200 рублей. Если ты госпошлину не заплатила, они, скорее всего, сделают отказ через пять дней, что ты не оплатила 200 рублей. Поэтому это... Так и было, да? Ты не приложила квитанцию? Так вот, смотри, я же... Я это самое... Я у нее... Ну, как... Я говорю, дайте мне оплатить. Она мне сказала как? Зачем вам оплачивать, если придет отказ? Я говорю, смотрите, если... Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Значит, смотри, я ей сказала, если придет отказ в связи того, что это все не оплачено, значит, тогда, говорю, вы лично, у меня все, говорю, проставлено, вы лично будете отвечать. Мне же, понимаешь, как... Подожди, 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 ты ее записала на аудио или на видео? Да нифига я не записала, я телефон в машине оставила. А как ты такая, что она тебе вот это все наговорила? Да вот так вот, понимаешь, лохушки тоже водят там. Короче, у меня... Я все это тоже прокрутила. Чего? Я вот это все прокрутила, это самое в голове. Я, наверное, сделаю следующим образом. Я схожу-ка завтра опять. Схожу-ка завтра опять. С этими же своими заявлениями, в смысле, обращениями. Добьюсь того, чтобы она мне вот это все-таки... А, буду записывать. Буду записывать. Вот. И еще к тому же, она когда мне скажет, что стоит 200 рублей, я у нее спросила. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы же оказываете услугу? Она говорит, потому что да. Я говорю, это услуга муниципальная. Я говорю, это какая там услуга? Какой, говорю, орган? В смысле, я говорю, ОГРН у вас, на какую цифру начинается? Знаете, вот это... Я говорю, послушайте, вы специалисты или не специалисты? У вас, говорит, начинается на единицу. Вы коммерческие организаторы. Но вы, говорю, оказываете... Я правильно сказала, что вы, говорю, оказываете муниципальную услугу? Нет? Антон? Что? Они оказывают муниципальную услугу, нет? Понятия не имею. Ну, в общем, короче, я и бахнула с умным видом. Я говорю, вы оказываете услугу. Услуга муниципальная. Почему она должна оплачиваться? Все услуги муниципальные, они бесплатные. Ну, потому как она на меня смотрела, я поняла, что мне ответ предоставят, и причем без всякой оплаты. Но я могу... Посмотрим, посмотрим. Ну, типичный развод это, как тебе сказать? Развод первого уровня на уровне секретаря. Ну, понятно. Ну, в том плане, что завтра сходить с этими же требованиями и... Или подождать, все-таки, что будет через пять дней. А почему пять дней? Почему ты не написал? Надо было написать в волеизъявления, требуя предоставить в течение 24 часов на такой-то e-mail адрес. А, не написала? Все равно хорошо. Мы один раз такую штуку, именно налоговые города Сургут запульнули. Мужчина написал в волеизъявления. Это вообще на какой-то, на каком-то обрывке бумаги от руки красной ручкой. Там требуя предоставить какой-то ответ в течение 24 часов на такой-то e-mail. Все. Ему пришло там через 22 часа. Ну, все, я же тебе говорю, что это самое, я сейчас вот все это дело продумаю, завтра пойду во вторую серию там организую, и тогда уже это самое волеизъявления. И у меня еще такой вопрос, Антон. Тема живого человека, живой мужчина, живая женщина. Ну, я так думаю, что то, что сейчас я произнесу, ты об этом тоже слышал. А есть еще никто. Так, слушай. Вот. И я бы вот, у меня, у меня очень, ну, как бы, я два дня назад, до этого, до этого, думай сам, Сергей Поликарков, он, я у него просмотрела, по-моему, где-то месяца три или четыре назад. Вот. И тут мне на глаза попадается два или три дня назад, ну, прям такой хороший почти часовой ролик про это самое, про никто. Ну, и вот, ну, конечно, там очень все серьезно, там очень все серьезно, и я считаю, что вот живой человек, живой мужчина, это, наверное, одна из ступенек к никто. Нет? Возможно. Я тебе так скажу, мне вот этот ролик никто, их уже два, как минимум. Думаю, сам и еще кто-то там ответы на вопросы сделали с треугольником. Так вот, мне, ну, наверное, человек сто как минимум прислали эти ролики, говорят, Антон, обрати внимание, обязательно посмотри, важная тема, что ты думаешь по этому поводу. Я им всем отвечаю. Надо тестировать. Да, надо тестировать. А прежде чем тестировать, нужно наметить пути, да, где это можно протестировать, каким образом. Через ЗАГС, через МВД, еще как-то на улице там, или при задержании сказать, что ты никто. Где, как это можно протестировать. Ну, я, в принципе, могу быстро накидать, где и как, но это нужно протестировать. Так вот, все эту тему, понимаешь, все эту тему подхватили, все ему солят, все друг дружки перекидывают, только репостами и занимаются. Да, да, да. А никто не удосужился, никуда, ничего не, вот, тема никто, она продолжается. Никто, никуда, ничего, никому не написал. Вот это никто называется. Да, я согласна с тобой. Но все дело в том, что там под роликом, под роликом, там есть ссылки, я перешла на телеграм-канал, и прям вот там, ну, очень такой объемный, очень объемный написанный документ, откуда, что пошло, как это все. И вот, и там описаны действия, как это сделать, куда, чего. Ну, во-первых, во-первых, это, знаешь как, это сначала нужно сложить у себя вот здесь, вот тут вот, вот тут сложить, потому что просто так, знаешь, бахнуть, а потом, как правильно ты говоришь, а потом сидеть и думать, блин, а что теперь делать-то? Люди по паспортам раздавали, там, блин, а что теперь делать-то? Понимаешь, как, ну, это очень серьезный шаг. Вот. И там, в принципе, там описано, что нужно делать, куда отправлять чего, но потом что с этим делать, когда коснется, что, допустим, это же вообще, это же вообще не иметь ничего, в смысле никаких документов, потеряться для системы, правильно? Вообще потеряться. Подожди, я же рассказывал случай, есть сюжет на первом канале про мужчину 35 лет, он так и называется, никто. Это старый сюжет, ему там 3 года, как минимум, и там говорится о мужчине, который дожил до 35 лет, у него нет ни свидетельства, ни паспорта, то есть его мама по какой-то причине не зарегистрировала нигде. И в школу как-то его пристроили непонятно как, и работал он без паспорта. А потом вдруг какая-то женщина положила на него глаз и захотела замуж, и говорит, а где у тебя паспорта? А нету. И все выходят там, прокуроры, судьи, и говорят, а его юридически не существует. Не существует он юридически. Живой мужчина есть, а юридически его не существует. Ну, в общем, это, вот эта тема никто, это очень серьезно, очень серьезно. Так а серьезно-то серьезно, много тем серьезных? Нет, ну, в плане вот, ну, я понимаю, что много тем серьезных. Но прежде чем вот, есть вот, есть человека мечта, да, для того, чтобы к этой мечте прийти, есть, ну, разные дороги, да, вот с разной ступеньки. Цели, 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 и потом вот это одна большая мечта. В общем, для того, чтобы к этому подойти, это, конечно, нужно, это все через себя пропустить, через, и быть готовыми. К чему, опять же, создать? К чему ты готовишься? Для того, чтобы стать никто. Вот я для себя вот как-то это так понимаю. Не, ну, я тебе больше скажу. Мало кто способен стать никем. Очень мало кто. Ну, я вот, в принципе, говоря вот об этом, я это и подразумеваю. Тут народ-то, это, не знает, что делать, когда, это, не могут по, это, по паспорту без росписи получить карточку или, там, за телефон заплатить. А если ты никто, и звать тебя никак, и у тебя ничего нет, то как ты будешь жить? Вот, это нужно, опять же, прийти к пониманию, как ты будешь жить. Сначала, сначала к этому понимаешь. Да, никто живет никак, вот. Никто никому ничего не должен, и никто никак не живет, вот. Ну, зато, знаешь, есть такая мудрость, что блажен тот или счастлив тот, кому меньше всего надо. Получается, никому ничего не надо. Нет, тот счастлив, кому меньше всего надо в этой жизни. Ну, а на высшую ступень, подожди, на высшую ступень мы сейчас кого подняли? Никого, правильно? Да, 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 никто. Никому ничего не надо. Вот этому никто ничего не надо. Знаешь, самое интересное, что вот я, когда этот ролик смотрел, потом материалы читал, ведь на самом деле, там же вот проводят, есть вот в этих самых, очень во многих декларации по правам человека, в Конституции, ну, в очень многих документах. Вот этот никто, понимаешь? Вот не просто же не может быть, вот это слово брошенное, ведь это же для чего-то, для кого-то, правильно же? Да это все ясно. Ну, Ольга, Людмила или как? Да, да, Людмила. Людмила, ну, смысл об этом разговаривать? Я говорю, надо проверять на практике. Ну, все правильно, я понимаю, тестировать надо, да. Конечно. Мы, вон, что в налоговую пошли? Ты, ты что в налоговую пошла? Ты бы никогда не узнала, что там такой развод, если бы ты не сходила туда. И то же самое вот предыдущая женщина, Ольга, она бы никогда не узнала, что апелляцию трудно написать до тех пор, пока не написала ее, не села за нее. Ну, да. А так на словах можно легко сказать, а, да напиши на апелляцию и все. Сходи в налоговую. Ну, сходил. Один так сходил, другой по-другому сходил. А потом встречается и рассказывает друг другу, как кого разводили. Завтра, завтра это самое, завтра пойду. Там они с обеда возвращаются, здесь какая-то такая небольшая, не высокого роста женщина говорит, женщина, маску наденьте. Я посмотрела, говорю, спасибо вам большое за то, что вы заботитесь о своем здоровье, о моем здоровье. Девочки, просветите эту даму. Пусть она маску наденет. Это про тебя, что ли? Ну, конечно, конечно. Я тут летала в этот, к внуку, одна как уперлась. Я не полечу с ней в одном самолете, пусть она маску наденет на меня. И ты что, в самолете без маски пролетела? Я и туда, обратно пролетела, конечно. Я же человек, я же, ну да, да. Я не знаю, показываю. Нет, я постоянно с собой ношу эту маску с диоксидом титана. И когда мне говорят, оденьте маску, я им показываю. Я говорю, вы что хотите, чтобы я вот что-то подобное надел с диоксидом титана, который вызывает рак и это, отек легких? Да им пофига. Ну, это же другая типа. Я говорю, так в том-то и дело, что другая. Там, может, еще хуже будет. Не диоксид титана, а какой-нибудь радиоактивный материал применили. Где сертификат соответствия? Где гарантия, что она безопасная? Что я не одену, и у меня тут раздражений не будет, что я не задохнусь, не упаду. Где гарантия? А им пофиг, им гарантия не нужна. Чем быстрее мы начнем валиться, тем это самое лучшее. Я подсмотрела же этот самый у тебя, думаю, на всякий случай, когда ты в этом суде был, в этом платочке. Балаклава, ну? Да, да. Ну, вот так вот ты, вот так как-то. Да, да, да. Ну, в общем, я же летала, когда были большие морозы, вот. И поэтому, ну, у меня был такой этот платок под этой самой подкурткой. Ну, я вот так вот, ну, это шоколадная, вот так вот раз-раз-раз. Ну, и в самолет захожу, и меня спрашивают, типа, потому что маска, я их поблагодарила за то, что они обзаботятся о моих здоровье. Сказала, вы знаете, мне не нужно, я, слава богу, здорова. И вот, знаешь, и никто, слава тебе, Господи, никто вообще, никто, ни в аэропорту мне не спрашивали, ни туда летела, ни обратно летела. Знаешь, вот, люди вот сидят вот в масках, на детей маски надевали. Вот понимаешь как? А ты не тестировала слова «я хочу»? Я тестировала слова, сейчас тебе скажу. Знаешь, где я хочу, я протестировала. Прямо когда от тебя услышала. А, я, значит, прокуратуру меня вызвали, ну, тоже, еще тогда не знала, подалась. Мне позвонили на телефон, вот, ну, для меня прокуратура. Ну, и пошла я на следующий день. Пошла на следующий день. И, значит, там прокурор сидит там в контакте, что-то он меня там нашел, обнаружил. Я говорю, ну, и что? А что там такое? Во-первых, там написано, что это все мои личные данные, это мои личные данные. Не хочу, говорю, там роетесь-то. Ну, типа, ваша страница открытая, я вот с тех пор ее закрыла. Нефиг лазить там. Вот. Ну, и, короче, одно да потому, одно да потому, он говорит, распишитесь. Я говорю, а за кого расписаться-то? А он говорит, ну, называет мою фамилию, имя, отчество. Я говорю, интересно, а где вы, говорю, такое видите-то? А он говорит, ну, Людмила Викторовна, ну, типа, потому что хватит там это. Я говорю, а где Людмила Викторовна? Я говорю, я Людмила. А он говорит, ну, вот смотрите, вы же такая-то, такая-то, я говорю, нет. А он, типа, потому что административно это там составляет, административно этот. Я говорю, послушайте, вот та, кого вы ищете, это называется, как, говорю, по-вашему, персона. Пойдите, говорю, поищите эту персону. Вот она, говорю, нашкодила, пускай она отвечает. А меня, говорю, живого человека с именем Людмила, не задерживайте, пожалуйста. Я повернулась и пошла домой. А я ему говорю, я хочу, чтобы вы меня не задерживали. И знаешь, я вот в этот момент увидела, он такой голод опустил, он говорит, что вы сказали? Я говорю, я хочу, чтобы вы меня не задерживали, потому что у меня есть более важные дела. Возможно, он впервые при своей работе услышал такие слова. И еще, знаешь, я хочу, чтобы я это проверила. То, что проверила, я стараюсь удержать это в голове. Пошла к судебным приставам, а у них через вот эту рамку ментал-искатель. Я им говорю, вы знаете, сначала, вы знаете, есть какое-то постановление 44-е, вообще непробиваемое. Потом я говорю, мне надо пройти. Они говорят, вот только сюда. Я так встала, у меня так сразу в голове. Я говорю, а я хочу, чтобы вы этот стол убрали, и чтобы сейчас вот здесь я прошла. Это я хочу. Они переглянулись, не поверишь. Ну ладно, да смотри, вызови какую-то Машу или Васю. Пусть они говорят, я в ручном режиме. Ты понимаешь? И я вот прошла через вот этот столб. Да? Ну ты видела ролики на моем канале? Я же там это, мне же отзванивается народ. И говорит, я, говорит, услышал вот это про я хочу. Я, говорит, специально пошел в самую злостную аптеку, где мне никогда ничего не продавали без маски. И как только он сказал, я хочу, но она там повыпендривалась немного, но, говорит, все-таки продала. И он, говорит, вышел, и он, говорит, в шоке, говорит. Говорит, а что я раньше так не говорила? Антон, я смотрю каждый твой ролик, который ты, вот, когда звонят тебе, ты выкладываешь, да? Когда вот, например, думаю, если вот мне там придется тебе позвонить, как вот это вот, чтобы ты там, ну, что-то это, там, слушать не умеете? Что-то такое, позвонили, вот, и вообще у меня время там. И вот я каждый раз сижу, слушаю. Вот, поэтому, ну, поэтому стараюсь. Очень тебя прошу, Антон, очень тебя прошу. Ты умничка большая, береги себя. Благодарство. И твое слово «благодарство», оно тоже стало моим родным. От тебя я получила, от тебя я получила благодарство, и теперь каждый раз благодарствую. Ну, я просто три года назад разобрался, в чем разница между спасибо, благодарю и благодарствую. И вот мне как-то вот здесь вот срезонировало внутри, что благодарство – это мое, и все. И я всем везде начал говорить «благодарствую». Ну, два года народ сопротивлялся, а потом, как всех пробило, и все, все на «благодарствую» перешли. А ну, знаешь, «благодарство», оно как-то вот звучит так вот, знаешь, как, ну, как-то сказать, по-царски, что ли. А знаешь, как усилить это слово? Как? Условно, надо вставить пробел после «блага». «Благодарствую». 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 Оно и мощнее, и звучнее звучит, и такой вот, знаешь, как, старского плеча «благодарствую». «Благодарствую». Да. Видишь? Не просто «благодарствую», а «благодарствую». Смотрел твой ролик недавно, пропонял и уяснил. Там какой-то… Вот. Поэтому береги себя, Антон. Береги себя. Да что ты меня береги, береги. Меня творец бережет. Что мне это? Берешь что-то? Я же под творцом хожу. Что мне бояться? Правильно. Между мной и творцом нет посредников. Правильно? И на все воля творца. Все. На все, да. Все претензии, все обзывания, все, как говорится, любые стрелы, атаки, это все идет мимо меня к творцу. Вот все, все, все к нему. Ну, попробуй вот это. Выстрели туда, в ту сторону. Сразу обратно получишь. Да, 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 да. Ну, «благодарствую». Очень приятно. Благодарствую. Так, кто тут у нас еще хочет поговорить? Антон, давай я задам вопрос, можно? Давай. Да, вот здесь Айгуль тоже. Значит, как отказаться от службы в армии РФ? Куда какие документы можно отправить? Заранее благодарю. Ну, я вот тебе писал, что да, у меня такая же ситуация с сыном. Ты, я знаю, эту тему как бы копал. Расскажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь пути реально, чтобы молодой человек что-то, может быть, сказал или предъявил в военкомате, чтобы от него отстали? Ну, скажем так, молодого человека даже там 16-18 и даже в 26 лет, то есть перед закрытием возраста, да, призывного, трудновато ему вот это все разъяснить, рассказать, пояснить, то есть тему живых, там волеизъявления, эндосаминт и все остальное. Как бы до 27 лет многие, одна задача там повеселиться, нагуляться, ночная жизнь и все такое. Поработал, погулял, на машине поездил, спать и заново все. И мало кто это, всем вот этим интересуется. Это потом уже жизнь начинает клевать, там ЖКХ платежи, кредиты и все остальное, там какие-то алименты, там еще что-то. Короче, миллион проблем возникает у кого-то. И народ вынужденно начинает интересоваться всем этим. Так вот, молодым людям, ну, наверное, скорее это направлено к их родителям. Потому что, ну, если там даже 26 лет, ну, родители там 40, максимум 50 лет. Вот им это все надо донести, чтобы они своих детей защищали. Защищали как? Ну, во-первых, там элементарно можно почитать закон, что там призывы подлежат именно граждане и физические лица. Ну, скорее всего, граждане. Так вот, элементарно можно прийти и сказать, что вы им не покажите хоть одного гражданина. Они не смогут показать. Потому что, согласно законодательству РФ, закон о гражданстве, там четко прописано, в каких случаях приобретается гражданство. А если так называемый призывник, в кавычках, он не гражданин, как его можно призвать вообще, если он не гражданин? Я в этой теме не сильно разбираюсь, поэтому рассказал, что пришло первое в голову, а дальше я вот тебе присылал видео. Насколько я знаю, у людей есть определенный опыт. Видео называется, ну, я его назвал по двум словам, это военкомат и оферта. И первое же в поиске на ютубе выходит вот это видео. Там где-то в каком-то городе народ собрался и документально все там именно по оферте. То есть они, я так понял, они выяснили, что вот этот вот призыв и вставание на учет, это есть именно оферта. То есть предлагают, если кто-то согласен, если кого-то так в кавычках запугали, сказали, что будут там санкции, еще какие-то, люди сами идут и сами регистрируют там свои персоны. А потом сами в этот военкомат и на эту службу поступают. А дальше сами приносят клятву. Клянусь, а сам себя проклинают. И т.д. и т.п. Ну, не знаю, вот это видео посмотрите. Я думаю, после того, как вы его посмотрите, вы поймете, в каком направлении двигаться. Айгуль, напишите мне в личку, я скину это видео. Я просто разговаривал с представителем военкомата, рассказывал про РФ, что это фирма, что они должны призывников собирать на морском дне, ну и т.д. Ну, в общем, ничего не знают. Абсолютно ничего не знают. Поэтому вот 11 марта я иду в военкомат, буду там разговаривать, я не знаю, с кем, с начальником, который наверняка это все знает. Ну, в общем, попробуем. Не забывай про видеокамеру. Хорошо. Значит, здесь вопрос. Чем отличается живой человек, суверен? Сколько сейчас понятий запутывают только человеков? Ну, если сможешь, ответь вкратце хотя бы. Ну, наверное, имеется в виду советский человек, да? Суверен, живой. Какие там еще есть? Самодержавный. Живорожденный. Живорожденный, живой. Что еще? Живородящий даже есть. Даже мужчин называют живородящим. Да, 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 есть такие. Это в основном полицейские, которые вообще не соображают разницу между живородящим и живорожденным. Ну, сейчас уже, наверное, соображай, потому что в отдел полиции занесли эту форму. Ну, наверное, показывал, да? Форма П-4 из АГСа, где слово «живорожденный» есть. Ну, вот видно, наверное, да? Да, про эту форму П-4 тоже очень много вопросов, Антон. Не-не-не, не П-4, номер 4. А, номер 4? Да. ЗАГСа. Форма номер 4 берется в ЗАГСе. Любой может взять, и там ему напишут, живорожденный. Ну, мне какую-то форму... Да-да-да, точно, мне это тоже делали, я тоже брал. Кстати, вот вопрос по поводу ЗАГСа. Там что-то надо еще делать в этом ЗАГСе, помимо того, что вот эту форму взять? Там же мы по свидетельству о рождении приравнены к статусу гражданин там или кто там. Ну, в общем, вопрос по ЗАГСу. Что нужно сделать по шагам, придя в ЗАГС? Что затребовать или что там изменить? Вот такой тебе вопрос. Ну, я сам там ничего не делал, даже форму себе вот такую номер 4 не заказал. Хотя это... А, я делал, я это... Я хотел добиться, чтобы они мне ответили как живому мужчине, хозяину мини Антон. Но они ответили именно персоне, то есть некому Булгакова А.Н. Ну, соответственно, я, по-моему, неправильно себя там повел, то есть я позвонил тут же начальнику ЗАГСа и что-то с ней так в грубой форме поговорил, что типа вы должны мне ответить, все такое, короче, у вас есть обязанности. А потом посмотрел, ну, свое вот это вот волеизъявление и нашел там кучу ошибок, и в принципе хорошо, что они не ответили. Именно в живом мужчине. А другие люди что делают? Ну, форму номер 4 первым делом заказывают. Что еще? А, ну, вносит изменения в эту форму номер 4 и в акты гражданского состояния можно внести только через суд. Вот это мы тоже выяснили. И сама начальница ЗАГС, я ей вопрос конкретно задал, говорю, а как так получается, что вам приносят справки из роддома, что родился живой мальчик, а вы его регистрируете как некую персону, уже у вас ребенки какие-то с полом появляются. Почему вы, говорю, работаете с какими-то учетными записями? Ну, она мягко уклонилась от ответа. То есть напрямую она не ответила. А раз не ответила, значит, есть что вскрывать. Куда одеваются живые мальчики, так и не ясно. Куда-то не пропадают, короче. Вот тут Александра тянет руку, наверное, по поводу ЗАГСа, да? Ага. Так, слушаем. Так, Антон, у меня такой вопрос. Смотри, значит, я запрашивала копию свидетельства рождения. Я сама родилась в Украинской СССР. Вот, и, ну, я только там родилась, потому что было мне, по-моему, месяца три или даже полгода, и папа Царь с небесным, он был военным, и поэтому мы все вместе, я, мама и отец, поехали восстанавливать этот Ташкент после землетрясения. Поэтому я всю жизнь свою я в России, в СССР, простите, в СССР. Значит, я запросила у них, через ЗАГС запросила повторное свидетельство рождения. Значит, мне пришло, смотри, но там они написали, что не украинская СССР, а написали, что я родилась в Украине. Вот что делать теперь? Тебе нужно заказать выписку из акта гражданского состояния, из книги самой. То есть вот эту форму номер четыре. Это первичная запись, так называемая, а там еще есть до этой записи еще какое-то медицинское свидетельство из роддома взять. Первый документ, самый первый документ, это медицинское свидетельство о рождении. Выдается роддомом, не ЗАГСом. Вот этот документ несется в ЗАГС. И в ЗАГСе на основании этого документа создается учетная запись в книге учета актов гражданского состояния. И из этой книги делаются выписки, в том числе и по форме номер четыре. И в том числе на основании этих записей формируется вот это свидетельство о рождении. И выдаются повторные. Так вот, тебе нужно запросить. Ты можешь форму номер четыре заказать. И если там будет так же написано, ну, допустим, там будет, родилась на Украине, да? Да, да. Не, не на Украине, а как должно быть в этой, в Украинской ССР, то есть в Советском Союзе, да? Да, да, да. Наоборот написано. В какой-то Украине какое-то новое государство. То есть разница есть. И ты можешь потребовать, что требую выдать новые свидетельства на основании формы номер четыре акта гражданского состояния, именно в выписке. То есть уже разница есть. Это признать недействительным, а это действительно. Ну, скорее всего, тебя отправят в суд. Дальше вариант. Если здесь так же указано на Украине, то есть они уже что-то там в записи внесли, тут уже надо требовать, на каком основании вы внесли записи в книгу учета актов гражданского состояния. Потому что предыдущее свидетельство, вот здесь вот промежуточное, ну, у тебя было именно с АССР, у СССР. У СССР, да. Соответственно, ну, мы тоже это, многие сталкиваются с такой штукой, что место рождения не указывают. Либо пишут уже, типа, человек родился точно в 80-м году там в СССР, а ему пишут, что он родился в России уже, представляешь? В РФ. Ну да, ну да. Подлог, подлог. Да, да, да. И они вынуждены, короче, это, обращаться там, требуют внести изменения. Им, естественно, отказ, потому что внесение по... Ну, они обычно делают отказ. Вот я не помню, в ЗАГСе нам поясняли, что, типа, мы рассмотрим... А, они рассматривают, что, типа, если прочерк там идет, не указана страна рождения, то можно внести изменения, там, попросить там... Так как вы не указали страну рождения, требую выдать новые справки с указанием места, это, страны рождения. И они тогда вынуждены поднимать какие-то там данные, я не знаю, книги какие-то, и выдают новую справку. Но если это не произойдет, и не выдадут то же самое, то тут выход один. И его нарисовали со всех сторон, в том числе начальник ЗАГСа, что вам нужно будет обратиться в суд. И только через суд внести изменения в книгу за это... учета гражданских состояний. А вот теперь возникает вопрос. Ты сможешь доказать, что твоя персона родилась именно в УССР? Ну там же документы-то есть, понимаешь? А как я могу доказать? А у тебя старое свидетельство осталось, где написано в УССР? Или копия хотя бы? Так нет, я поэтому и запрашивала копию, что у меня старого нет. Я тебя спрашиваю, копия старого осталась где-нибудь? Нет, нет, нет. Фото где-то, куда-то там, в ЗАГС ранее относила, в архивах еще где-то? Ну вот смотри, я же получала первый паспорт, в смысле паспорт гражданина СССР, да? Я получала на Алтае, когда мне исполнилось 16 лет. Может быть, вот туда сделать запрос? Они же на основании свидетельства рождения, копия же там должна быть? Не факт, попробуй. Ну как не факт? Они же мне паспорт-то выдавали, документы на основании чего? Копия свидетельства рождения по-любому у них в деле есть? Есть еще вариант за это. Уже два варианта. Так, первый вариант, это истребовать форму 1П в МВД. Мне поделились люди, говорили, что отправляют волеизъявления в МВД, требую предоставить, точнее я хочу, чтобы мне были предоставлены формы 1П, короче, все, не только с лицевой, но и с обратной стороны. По первому волеизъявлению им, конечно, предоставили только лицевые стороны. А там уже написано, где родилась, какой ранее выданный паспорт. Ясно, да? Оттуда можно копать. То есть, посмотри форму 1П, если она тебе будет полезна в этом плане, то ты можешь этим путем пойти. Вторым волеизъявлением заказываешь и обратную сторону тоже. Ну, можешь сразу написать и лицевую, и тыльную сторону. Это форма 1П, требую предоставить копию. Все. Там же есть данные твоей персоны. Соответственно, ты имеешь право по конституции РФ, там статья 24.2, все, что связано с твоей персоной и обязаны предоставить этой информацией. Вот. И люди получали. Это раз способ. Второй способ, это совершить, я не знаю, можно о таком говорить, нет? Ну, допустим, у меня незаконно несколько раз совершенно несправедливо, необоснованно осуждали по административным статьям. Это в основном 19.3, один раз хулиганка, 20.2. И, соответственно, когда и люди, и я приходили знакомиться с материалами дела, именно вот по этим административным делам, там прикладывается такая штука, называется выписка из базы данных, и они по-разному называются в разных регионах. Вот у нас в Ругути это называется РАИ-БД. Не знаю, как расшифровывается, но, короче, там хранятся все данные. Ну, вот смотри, меня в... Подожди, подожди, я расскажу, что там хранится. Там хранится фото, места всех прописок, номера выдачи там всех паспортов, в том числе СССРовских, свидетельство о рождении, где жил, какие машины, какое имущество, какие статьи, с кем знаком, небольшое описание, клички, ну и, короче, вся вот эта вот уголовная, административная и гражданская история. Что, когда, где, нахулиганил, натворил и т.д. и оттуда может понадобиться, будет полезная информация. Можь, именно в этом... А, кстати, когда ты, если ты в суд подашь, ты можешь именно через суд истребовать. Сначала делается самостоятельно, то есть, предоставьте форму 1П и вот эту выписку из РАИ-БД. Если тебе ОМВД откажет, все, это основание для обращения в суд. Обращаешься в суд, требую это... Я хочу, чтобы в актовую запись гражданских состояний были внесены какие-то изменения. Там страна поменена с Украины на ОССР рождение. И при этом этому так называемому суду, пишет волеизвеления, я хочу, чтобы так называемый суд сделал официальные запросы, затребуя именно вот эти органы, там УВД, там ЗАГС, еще куда-то. Потому что я уже ранее обращалась и они мне прислали отписки. Поэтому я хочу через суд. Не все, они обязаны оттуда сделать запросы, им-то уже никто не откажет. Все. И когда придет официальная информация и тебя ознакомят с этой информацией, ты уже все, у тебя в принципе все доказательства будут на руках. И все. Дальше уже дело техники, как это все внести изменения. Уже обязаны будут принять решение о внесении изменений. Благодарствую. Я вот ходила в ЗАГС, тоже восстанавливала повторное свидетельство о рождении. Так мне там не поставили, что я в РСФСР родилась и не поставили дату рождения моих родителей. И вот что теперь с этим делать? Так я же только что рассказывал. Надо. Не слышала? Не слышала, да. Повторите, пожалуйста. Не, ну это длинный путь. Я вам очень много рассказывал. Пересмотри просто эфир в записи. То есть мне надо Галина, завтра запись с утра будет и пересмотрите там ответ на ваш вопрос. Договорились? Хорошо. Благодарю. Так, вот вопрос такой от Светланы Храмовой. Я слушала Ольгу Хмелькову. Так вот, она говорит, что совсем не обязательно объявлять себя живым. Это и без этого якобы понятно. Достаточно просто зачитать волеизъявления, выложить на ютуб. Как уже точно кто скажет? Кто-то говорит, что достаточно присоединиться к госактам СССР, кто-то говорит, что нужно отправить во все инстанции свои волеизъявления. Что уже точно делать? Вот такой вопрос. Я точно знаю, что если ты просто напишешь волеизъявления какую-то бумажку и разошлешь ее даже везде, и при этом запишешь видео на ютубе, это будет недостаточно для того, чтобы у тебя был статус живого. Это недостаточно. Нужно себя еще вести как живой. Во-первых, нужно осознать, что ты живой, что ты не фамилия, имя, отчество, что ты не персона. Вон мне звонил один мужчина, называется видео это, заблудился в двух соснах. Так он все не мог понять, где граница, где разница между персоной, где он, а где персона. И он постоянно слеплял вот эти два понятия. Меня осудили, на меня протокол оформили, я, 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 на меня, вот, говорю, так на тебя или на персону. На персону. И он говорит, главный у него вопрос был, я, могу представлять интересы персоны, я хотел, чтобы он сам ответил на этот вопрос, я его просто наводящими вопросами подводил к ответу на этот вопрос, и он все не мог никак найти ответ, кто чьи интересы может представлять. так вот, с чего начать, что делать, я могу рассказать, что я делал, что я сделал, ну, вот, в качестве примера могу этот, про канал думай сам, там, Сергей из Апатитов, вот, он себе сделал какой-то документ из, со словами живой мужчина, и заверил его в менюсте, то есть, печать менюста поставил, ну, казалось бы, да, что может быть выше менюста, да, еще наверняка там заверил у нотариуса, это по идее, вот, все, что заверено нотариусом, оно не требует доказательств, и если ты принесешь любую бумагу заверенную нотариусом в суд, они даже не, они ее обязаны, они не имеют права ее даже исследовать, они обязаны принять сразу, как это, достоверная информация, это, заверенную нотариусом, все, точка, короче, все, что заверено нотариусом, не требует доказательств, соответственно ну вот он эту бумагу показал не нужна нам твоя бумага все а вот поведение его как живого мужчины она под большим вопросом потому что он но он там очень много ошибок допустил и вот в первую очередь нужно осознать и вести себя как живой а какие у вас бумаги есть при этом я считаю совершенно неважно и какое видео есть на ю тубе тоже не важно она идет в помощь вот это все и бумаги и видео скажем так для тех кому это надо ну для тех же полицейские там или еще кого-то я иногда говорю оон смотрите по нтв меня признали живым сказали он живой мужчина приезжал нтв к нам сургут и это снимал репортаж видеоролик в интернете нтв признала живому мужчину я знаю нотариусы не подписывают оживление что живой не почему некоторые подписывают некоторые нет раньше почти все подписывали а потом им дали команду с такими бумагами вообще не иметь дела и народу приходится обзвание всех нотариусов не то что в городе но и в округе и в районе и даже в области и специально ехать куда-то договариваться то есть обзвание спрашивает вот такой то есть документ завизируйте кто-то соглашается кто-то нет получается афидевит тоже не нужен вопрос у меня нет афидевита антон у тебя вообще ничего нету да и паспорт и в принципе на суде показываешь правильно под принуждением под их ответственность показываю но стараюсь не показывай то есть я стараюсь действовать именно живым словом все на словах решать и опыт колоссальный 99 90 процентов всего получается бывает иногда какие-то трудности но я считаю что это все обходимо не со временем я все равно эти 10 процентов стараюсь пройти у меня вообще ничего нету никаких там не афидевитов не бумаг не воли изъявлений что я живой там не самоопределение не у нотариуса что там не регистрируем не менюсти вообще нигде ничего есть я говорю у меня ситуация как у 99 процентов так называемых граждан есть бумага под названием паспорт все но когда я показываю прожжу четкую грань я постоянно говорю я живой мужчина хозяин и меня антон а эта персона без обороты на меня я ответственность за эту персону не несу то есть первую очередь это осознание я я начинал с разбора каждого слова я разбирался в каждом слове чуть-чуть означает там подпись роспись чем разница автограф ходатайство возделения требований и т.д. и т.п. каждое это слово разбирал и когда у меня пришло сознание и четкое вот это разделение он там персона вот там а вот это я то все уже все остальное неважно есть эти документы нету если вот смотрите вот сергею повезло у него тот документ который он зарегистрировал меню сюда мне его не отняли при задержании а у меня обычно у нас тут сургуте вообще жизнь творится у нас вообще не разговаривать все поехали в отдел а что такое в отдел это в отдел тебя заводят и сразу и это изъять все вещи телефон там ручки там эти всякие печати документы все сумка там деньги все карманы выворачиваешь все изымают и ты заходишь в эту дежурную часть ну как будто новорожденный только в одежде ничего тянет не красные ручки не афидевита не не даже это так называемую бумагу по моему под названием паспорт отнимает и чё какая разница учете там на ю тубе записано какие документы ты сделал у тебя все отняли дальше чё а вот живое слово никто у тебя не отнимет и вот живым словом можно себя отстоять осознание знание умение опыт и живое слово и умение заполнять любой ручкой их ней вот эти бумажки вот это спасает антона по поводу паспорта ты говоришь что ты опекун этой персоной или вообще ничего не говоришь по поводу паспорта так а фантом и отчество кто это тебе эта персона эта персона до физическое лицо созданное совместно если открыть так называемый паспорт бумагу там нарисовано паспорт выдан кем омвд по городу сургут но ты какой-то отношение имеешь я поясняю смотри выводы по городу сургут с одной стороны с левой стороны кто-то расписался а со стороны у мвд а с другой стороны с правой стоит закорючка так называемая ли это там написано личная подпись но в моем осознании это это роспись то есть там две росписи стоит вот если предположить что это юридическое лицо или скажем так фирма или вексель да сколько если юридическое лицо то у этого юридического лица два соучредителя живой мужчина хозяин имени антон и некое юридическое лицо мвд по городу сургут логично ну и соответственно когда в суде говорят я учредители там выгода получатель данной персоной то логически всего говорить что соучредитель потому что если ты был учредителем единственным то ты бы сам себе этот документ нарисовал и там бы была только твоя роспись но вот буквально вот тот же самый афидевиты или воля заявления о самоопределении это вот про этот про эту бумагу можно говорить что ты учредил ее то есть создал а когда бумага создается совместно то есть совместно с вами воды получается и они и ты как живой мужчина являетесь соучредителями хорошо с этим разобрались два соучредителя а кто же выгода это получатель ну благополучатель а кто должник как говорится кто кто кредитора кто должник они считают что они кредиторы а должник тот кто расписался это выше что я пояснял что когда паспорт на паспорт смотришь он у него же это как говорится ноги внизу то есть он вот так вот раскрывается но когда ты открываешь тебе нужно перевернуть чтобы почитать потому что там все надписи перевернут как вот там роспись то что справа она написана ниже чем то который расписался за ум в д а по вексельному праву тут расписался ниже тот является как сказать индосантом я не помню короче тот кто получает всю выгоду ты-то думаешь что ты получатель выгоды так как ты ниже всех подписался и расписался да но когда мы ставим паспорт на на ноги потому что но ноги определяются по лицевой стороне то получается не самая нижняя роспись получается тот кто со стороны умвд они они это получать все выгоды а тот кто выше получается тот должник кредитор ниже должник выше него то парков тоже сейчас об этом видео выпустил что он тоже начал вексельное право изучать не ему прислали книгу какую-то двадцать седьмого года там все это рассказывается и про свидетельство рождения и про паспорт что это все векселя и те кто добровольно расписался там сами на себя какие-то долги взяли понятно а в мвд надо писать что я отказываюсь от вашего опекунства там ли еще очень ну некоторые так пишут некоторые отзывают росписи свои некоторые заявляют что считать то все росписи которые где-либо когда-либо ставила считать ненаписанными и у кое у кого есть результаты по этому поводу их система перестает видеть но вот чтобы система не видела говорят что нужно выйти из юрисдикции рф каким образом написав только в воде нет этого мало я видел инструкция какой-то там там очень много шагов расписано что нужно сделать не то и не все я думаю там первые шаги идут это надо сходить паспортный стол и взять выписку именно прописки то есть там форма какая-то не помню то ли п4 то ли как называется или а1 что такое не помню короче форма которая в чем в чем проблема в том что у всех паспортах у большинства если откроете паспорт и почитайте внимательно то там нету прописки там нету прописки там стоит регистрация в чем разница между регистрацией пропиской регистрация это время место временного проживания а прописка это место постоянное постоянного жилья то есть из нас всех сделали временных это жильцов зарегистрированы так вот паспортном столе до сих пор можно вытянуть оттуда информацию о том что у есть прописка то есть ты что же ты здесь постоянный жилец а не какой-то приезжий и вот такую форму вытаскивали и такие бумаги получали их получать все сложнее сложнее потому что ну не сложнее труднее потому что многие соображают к чему это ведет и когда ты ну понятно что тот кто живет на данной земле временно он почти никаких прав не имеет это логично а когда ты показываешь и доказывает что ты здесь постоянно живешь у тебя есть прописка именно то ты по идее имеешь все права на все что здесь происходит но что ты постоянный жилец ты не собираешься никуда уезжать ты здесь надолго серьезно навсегда сейчас я договорюсь секундочку это любим потом там какие шаги идут снятие персону с регистрации то есть вот когда когда персона с регистрации снимается то есть они как сделал у всех была прописка они взяли сверху налепили регистрацию казалось бы слова похожие но если персона зарегистрирована то получается вот этот статус прописки он гасится к типа временно здесь а когда ты света персону снимаешь с регистрации то всплывает прописка именно и совершенно другой статус становится но при этом человек почему-то исчезает ну не человека персона исчезает из списков голосующих то есть на выборы не может ходить то есть правого и выходит из правого поля рфи все не имеет права голоса именно в рфи то есть я предполагаю что вот за счет вот этой формы снятия с регистрации выходишь из морского права и возвращаешься в континентальное право ссср где была прописка именно нет пос место постоянного жительства на земле они они временная регистрация в каком-то там порту рфи который в которой юрисдикция распространяется на континентальный шельф то есть на морское право и там дальше инструкция идет и идет и идет там туда сходить это сделать и все это сделать но я этого я же говорю я это все не делал многие сделали это у топоркова инструкции нет я не помню кто мне присылал по моему союз ссср союз ссср это питер профсоюз они по все по всей стране людмила дячо какое-то замечание поэтому да есть нет а вопрос ну давай как мне нравится когда люди умеют общаться это знаками у женщины отняли все право голоса даже отняли да вот смотрите у нее не ручки не бумажки вообще ничего нет даже правого голоса не было тем не менее она нашла способ сообщить что у нее есть вопрос нарисовала его рукой о соображалка работы молодец антон значит смотри у меня вопрос не вопрос меня дополнение несколько к этому прописки к регистрации значит у меня там вот на этом в контакте я выложила по моему неделю назад женщина из нижневартовска она прям прошла вот это вот от прописки до регистрации прям разобрала вот это все я еще посмотрю и пойду этим же путем посмотри а теперь по поводу у меня паспорт выданный у фмс значит ну да вот ввиду того что значит вся эта бодяга прикрылась значит у меня вопрос такой нужно ли мне я вот почему задаю вопрос нужно ли мне сейчас опять паспорт поменять чтобы мне мвд выдала и в заполнении формы 1п там где опекун взять и присобачить им туда скажи мне номер свидетельства о рождении что я являюсь сама для себя кем являешься ну вот там где у них опекун 18 строка да по моему сама себе опекун да взять и туда это самое прям собачки метод вот реквизиты номер и свидетельство рождения а ты уверен что свидетельство о рождении нет опекуна смотри есть свидетельство о рождении есть форма 1п и там прописывается что типа восемнадцатом пункте этот так как только пришел на является неспособным за него короче назначается опекун такой-то а вот а вот вот по этому паспорту а когда ты пойдешь новое это все получать да вот ну паспорта понятно там они аннулируют но форма 1п это старая останется тебе выдадут новую форму 1п на основании которой еще выдадут еще один документ то есть паспорт нету смысла менять потому что первичный документ это все равно форма 1п та самая первичная который те никто никогда не выдаст и не даст тебе там ничего это поменять а дальше ты меняешь пойти паспорта когда тебе у тебя возникают новые формы 1п первичный документ это форма 1п потому что сколько бы вот меня не задерживали там если нет паспорта с собой судят личность установлена по форме 1п все хотя это форма 1п нигде в законах не прописано что она является удостоверением личности и тем более копии они к делу прикладывать форма 1п все личность установленных камеру еще смотри паспорт просто это не первичный документ на мне уж даже штемпель этот мастичной печати говорит о том соответственно первичный это именно форма 1п и самая первая форма 1п когда мы сдали советский паспорт ну мы с тобой наверно одинакового возраста примерно вот сдали паспорт советский и попросили выдать этот российский и вот там была форма 1п вот это самое первичное а потом они еще несколько раз специально поменяли там по достижении там с какие-то летом 26 столь или что такое и все и есть еще там допустим еще одна форма 1п показывает вот эту форму 1п везде в судах там еще где-то а вот это то не видно куда они и деле а вот смотри а разве подожди 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 возвращаясь к вопросу что ты хочешь именно все действия рождения нет в этой в новой форме 1п который вот здесь уже где-то ну там далеко поставить и свидетельство это номер свидетельства рождения то есть ты хочешь чтобы вот тот документ который был сделан в здесь вот кем-то неизвестно кем загсом да опять же у тебя скорее всего там ну смотри буквально свидетельство рождения написано что ты же как ребенок не может быть дееспособны правильно соответственно над тобой назначается два опекуна твои родители да и плюс 3 опекун это загс логично вот они три опекуна и ты после если у тебя допустим родители померли у тебя получится вот в этой форме 1п на будет написано что на данной персоной опекуном назначить загс логично не надо я считаю номер там указывать если ты соберешься менять паспорт и захочешь в восемнадцатом пункте прописать номер свидетельства тут и сама себя поставишь просто период а вот тот кто сейчас отвечает за этот загс ты его назначишь опекуном надо на данной персоны а если поставить прочерк там я пику ну вариант многие зачеркивают прямо все пишут и там перед перечеркивать чтобы никто туда ничего не записал есть такой вариант есть вариант написать туда без оборота на меня сохраняя за собой все права и в том числе имущественные все имущественные иные права сохраняя за собой все права все как он это на всех дисках помнишь раньше писали на все на всем чего приходилось за рубежа там книги диски и т.д. и т.п. там написано all rights резерве все права защищены дорезервированы все или там копирайт права на копирование принадлежат тому то я например вот читала до этого слушала слышал о том что допустим когда паспорт меняется старая форма 1б она как бы уничтожается и на ее место встает вот эта новая форма не они 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 уничтожаются ты где-нить видела акт об уничтожении где покажи я не слышал такого мы это можно только пофантазируют что она уничтожается вот так вот логически подумать такие документы не уничтожаются тоже самое с паспортами СССР, хоть все и говорят что типа их уничтожают, я не верю в это такие бумаги не уничтожаются вот я смотрела твой ролик там где мужчина для своей дочери запретил в школу эти персональные данные ученица К очень интересно я посмотрела этот документ я его сохранила а если вот запустить его в ЗАГС в Пистину, да? я же говорю, у меня вот эти все вопросы а если а как бы, а наверное все эти фантазии надоели пробуйте, пробуйте я вам могу столько этих идей накидать вы мне дайте столько рук сколько я вам идей накидаю так я это сразу все протестирую ну у меня руки-то только две ну все понятно а вы мне вопрос задаете кому-то у меня тут это какой-то шива такой, знаешь с триллионом рук такой сидит и все уже готов протестировать ну не ругайся, не ругайся не, я не ругаюсь ты что? если я начну ругаться ты сразу поймешь, что я ругаюсь ты сразу услышишь, да? да, да, да мне все говорят ты что так жестко разговариваешь? ты что ругаешься? я говорю, вы не слышали как я ругаюсь? если видела видео из этого из зала из мирового так называемого суда когда там Герасимов мне сказал шутить будете в другом месте там я на него чуть-чуть вот так вот взорвался чуть-чуть а ты бы слышала как я в Екатеринбурге там один меня пристав достал я его там это морально просто изничтожил за одну минуту он потом бегал от меня увидит меня раз на другой этаж а этот судебный пристав-то этот сейчас ну неважно для меня он лицо нарицательное который там у разбомбеков какой-то там против которого ты это самое что-то там с ним административное что ли борзый такой борзый там такой Кильжанов Умар Оразамбетович да-да-да да-да-да-да-да ты что? это надо наизусть выучить? это песня да Кильжанов Умар Оразамбетович с первого раза ты знаешь отчество не пропьешь ну да я тоже не с первого раза ну короче я его это видать за счет того что все разговоры которые мне звонят люди я оставляю видеоряд где в основном вот Кильжанов 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 и все во всех роликах короче последний раз когда я его видел в здании мирового суда он просто в капюшоне такой шел и вот он шел он выходил я его на как он заходил не видел но когда он выходил я прям его увидел в лицо и говорю здравствуйте Умар Оразамбетович а он как будто знаешь как будто у него такой туннель и никого вокруг нет он так как шел так и ушел из здания ну вот он включил механизм защитный что со мной лучше вообще никак не общаться даже не смотреть в мою сторону даже правильно его сделал нет это неправильный выход ну на что способен он понимаешь на что способен может для него и правильный на данном этапе но рано или поздно он осознает что это не выход не нужно учиться общаться у него выхода нету кроме как вот как Герасимов после того как я его отчитал взорвался на него чуть-чуть он понял осознал что другого выхода кроме как общаться по-человечески нормально с юмором у него нет и он встал на этот путь не все к этому приходят не все придут рано или поздно жизнь заставит благодарствую благодарствую вопросики Галила Волкова хочет еще раз включаем я микрофон включил Галина вопросов меня слышно слушаем вот у меня вопрос я в этих делах вообще недавно еще только совсем вот начала вообще в эти дела никогда не вмешивалась а тут пришлось так что начала вот думать начала слушать начала разбираться в этом во всем и вот вступила вот в народный совет у нас в Череповце и вот там значит мне сказали что нужно вот такие-таки документы там сделать все я значит пошла тоже сниматься с регистрационного учета но так как я живу в деревне у нас отдельная по району отдельно вот это вот миграционная служба ребята из города которые в городе живут они снялись сразу у них никто паспорта не забирал вот а мне сказали что они заберут паспорт на три дня мне сказали что нужно запомнить заполнить форму 7 вот я значит пришла говорю мне надо по форме 7 сняться с регистрацией а вы знаете что такое форма 7 я говорю нет не знаю ну я вам сейчас вот любую форму дам и скажу что это форма 7 я говорю ну у вас же здесь не написано что форма 7 они там какой-то образец мне дали значит я говорю хорошо я подумаю а вы куда будете отправляетесь я говорю я за границу в Белоруссию хочу поехать а вы там зарегистрировались я говорю ну зарегистрируюсь ну вот а у вас со здоровьем все в порядке я говорю да в порядке а дети у вас есть говорю есть они знают знают говорю в общем почему на 3 дня забирать этот паспорт у меня собрались когда у ребят вот никто на 3 дня не забирал этот паспорт ну я в общем забрала эту ну не справку они там дали форму которую вот по такой форме мы будем я говорю хорошо я подумаю вот они же не имеют права забрать паспорт на 3 дня а это куда ходило ну у нас Череповце на бабушке на 27 там ну отдельно городских снимают с учета и ставят на учет на регистрацию и отдельно районной районной миграционной службы вот я в свою районную ходила и мне там так сказали даже через МФЦ если я буду сниматься тоже на 3 дня забирают паспорт я говорю с какой целью ну для проверки ну что же проверка для проверки чего не знаю для чего какой проверки зачем я говорю что меня проверять я говорю вот здесь прожила всю свою жизнь сознательную что меня проверять ну не знаю не должны забирать по идее я тоже думаю что не должны а может ты по моему паспорту пойдешь да там кредитов наберешь запросто вот ну они он так на меня посмотрел у вас все в порядке со здоровьем я говорю в порядке у меня все со здоровьем не переживай ну вообще в таких случаях надо спрашивать а тебе какая разница так вот куда прописываешься там там у вас регистрация уже есть или нет если ты отсюда я не снялась еще с регистрации какая мне там вот регистрация какое вообще Галина ну с тобой разговаривали как с детским садом вообще ты вообще прочитала нет процедуру там эти приказы как снимаешь с регистрации что для этого нужно потому что вот с тобой общались как с детским садом а это а как часто вы на горшок ходите а если у вас квартира а вы там одна живете а если мы что-то а если вдруг с вами что-то произойдет можно будет что-то с этой квартиры сделать ясно ясно к чему они клонили я-то мне вот сказали что надо сделать я пошла но до этого я еще в МФЦ к нам сходила у нас здесь раз в неделю принимается в сельском поселении ну вот тоже она говорит мы возьмем если будем снимать с регистрации то мы возьмем паспорт на три дня и если в МФЦ только они берут если ну в Россию если например снова регистрируешься вот я говорю а мне она в Россию я не хочу в России жить я поеду в Белоруссию к детям в таких случаях если сомневаешься что может такое быть не может быть требует доказательств покажите мне тот нормативно-правовой акт который регламентирует изъятие паспорта на три дня покажите где это прописано записываю вот мне тоже это когда свидетельство о смерти получал на персону отца мне сказали нужно сдать паспорт я говорю а где это прописано она мне начала какие-то законы печатать там выписки в интернет отправлять еще что-то придумывать я говорю да меня это все не касается мне-то это все зачем я говорю я хочу оставить у себя и все она отдала обратно вот надо знать еще вот это конечно все потому что если я не боюсь иду но если я не знаю конечно мне там отворот поворот и все надо знать вот эти все дела правильно чтобы аргументировать что я пришла вот так уверенно что вот ага ну так прежде чем идти надо надо все это изучить или хотя бы подготовиться быть готовой теперь знать буду я только только пришла буквально несколько моментов так вопросы вот буду учиться благодарю за благодарю за вот эти подсказки будем учиться потому что не касалось этого сердечно благодарю благодарство так у нас Светлана Храмова тут да да я ее включил Светлана говорите алло слышно да слышно дело в том что я хотела уточнить опять же Сергей я вам уже задавала этот вопрос но так не поняла пока ответа может быть Антон вы сталкивались когда-нибудь с тем что кто-то оформлял банкротство и наследие полностью списывалось да и вот допустим если я сейчас себя признаю живой и соответственно человеком то есть смогу ли я вот эти все аферты отменить их какие аферты ну то есть меня же обманом получается как бы я если честно не знала что настолько у нас все подлинненько да в государстве делается то есть банкротство это значит ты списываешь все свое наследие не только долги но и наследие вот сейчас я например когда об этом узнал естественно я уже обанкротчена да вот и как это можно было бы вернуть например если я признаю себя человеком или живой женщиной да то есть соответственно по документам по всем могу ли я например так же соответственно и все аферты отменить вот эти договора которые они обманом со мной заключили что банкротство проведено в отношении тебя или персоны персоны физлица соответственно право на наследство кто утерял добровольно отказался персоны ну а ты отказывалась нет я даже не в курсе была а где-то с тобой кто-то заключал договор что твоими конклюдентными действиями является именно твоя роспись или подпись определенного вида ну мы единственное только с арбитражными управляющими договор вот этот заключали на то что они будут управлять моим банкротством договор с персоной заключался подожди договор с персоной заключался да да соответственно да теперь я это прекрасно понимаю ну а право наследства как же как наследник не как персона с правами наследника а как истинный наследник как живая женщина ты не утеряла она у тебя до сих пор есть подожди а говорят же наследие не наследство а наследие списывается что значит списывается они этого и ждут то есть таким образом тебя полностью обнуляют понимаешь тебя или персону ага персону все Антон я тебя поняла тебя невозможно лишить права на наследство потому что ну как можно это все равно что сказать у тебя больше нет ни папы ни мамы короче ты вообще безродная дворняга так это же неправда там у них там у них заметь во всех законах написано право требования имеют наследники не персоны наследников не физические лица граждане наследников а именно наследники ты наследник всего всего что было создано интеллектуально физически и т.д. и т.д. заработано по праву рождения наследие то есть имеет каждый родившийся наследие то есть это там где ты родился это все нефть газ золото все что принадлежит тебе вот и они таким образом сейчас подожди я тебе говорю про наследство именно семейное то есть все что создано твоими предками которые жили на этой земле это все принадлежит тебе все все поняла Антон огромное спасибо поняла ответ исчерпывающий теперь буду знать ты мне если честно ты мне прям я выдохнуть могу потому что действительно я до этого мне никто вот так вот не объяснял ну или я сама видимо не понимала да потом ну вот я тебе рассказываю с точки зрения простого гражданина Российской Федерации забываем что такое персоны живой человек короче пришел гражданин в налоговую открыл открыл фирму создал все эта фирма существовала еще там какие-то обороты а потом эта фирма что-то какие-то там долги возникли ну что делает учредитель так называемый гражданин он обращается в фирму и говорит вот тут у меня есть фирма короче у нее какие-то проблемы будьте добры давайте заключим договор выми вы мне эту я как учредители короче я хочу чтобы вы эту фирму обанкротили они берут эту фирму обанкротивают и говорят что типа это как же тут наследство а что эта фирма все обанкротено и она не имеет там все и закрыто не к это закрывает фирму все полностью ну это же не значит что они тебя обанкротили как учредителя правильно звук отключили что такое раз два да это я нечаянно нажала не туда все все я включила да ну ясно с фирмой антон спасибо тебе огромное да все понятно идеально просто я теперь поняла как дальше быть ты учредитель данной персоны и ты просто дала добро чтобы эту персону обанкротили но это не значит что ты лишилась каких-то прав там свобод и наследия и т.д. и т.п. да да поняла благодарю от всей души антон как ты говоришь антон у нас в чате вопросы можешь ответить друзья как антон ответит я открою чат и напишите еще свои вопросы так 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 а какой из них ну вот с самого низа иди там буквально 4 по-моему нижних так я на второе заседание подала форму я человек со ссылкой на видео в ютубе и самоопределение зачитала им пофиг когда все это читаешь надо все через себя пропускать и говорить твердо и уверенно ну не знаю надо смотреть как вы говорили как заходили он мне присылает ролики вроде все правильно сказал а одну фразу лишнюю сказал и все и статус говорящей таблетки и уже без разницы что там читаешь так я отправляла запрос в МВД о гражданстве мне ответили что гражданка РФ потому что не заявляла обратного тебе заявили что ты гражданка РФ потому что не заявляла обратного так это же абсурд пришли запрос пришли ответ почитаем поугараем вместе потому что насколько я видел все запросы которые в МВД отправляют там два коротких вопроса обращалась ли такая-то персона в МВД когда-либо или вообще в РФ с это с заявлением а выходила ли такая персона когда-либо из гражданства СССР или проходила процедуру лишения гражданства СССР и второй вопрос где и когда на каком основании на основании какой процедуры или какого пункта закона гражданства РФ было приобретено гражданство Российской Федерации вот такой-то персоной которая родилась в СССР и получая всегда два одинаковых ответа вы никогда из гражданства СССР не выходили и гражданство СССР и гражданство РФ никогда не приобретали вот такие ответы обычно приходят а то что тебе пришло я не знаю это какой-то прецедент надо почитать пришли кстати классно в военкомате если вот так вот показать что мой сын никогда не приобретал гражданство РФ ну да с чего он должен служить в иностранном государстве это жизмена родины 64 статья уголовного кодекса РСССР расстреляна причем так Антон у тебя есть паспорт СССР на руках нет в МВД скорее всего лежит или в архиве где-нибудь так же как говорится обманным путем сказали что надо менять все пошли поменяли никто же не разъяснял ничего хотя я знаю многие высокопоставленные всякие они они это у них до сих пор на руках это все они держат на руках и тот и другой иерефовский и СССР причем паспорт СССР в статусе как там не аннулирован а действующий и тот и другой действующий так видел где-то что одна женщина сама себе отправила письмо от самой себя живой самой себе живой ну да есть такое явно это на алиэкспресс в Китае там можно что угодно прописать адрес я пишу живой мужчина хозяин имени Антон все приходит эта посылка если на почте так там меня все знают а если курьер приезжает у них обычно такие глаза это это вы я говорю я я похож на мужчину похож живой вот разговарив все давай ну да любой товар отдают все нормально а если это недавно узнал еще одну фишку очень трудно добиться чтоб тебе прислали письмо как живому мужчине хозяину имени Антона ну а других организаций так вот я это вот мне недавно пришло извещение не знаю а сейчас могу показать даже в общем я отправил куда-то чего-то очередное письмо и тут мне приходит извещение что типа получите адресовано именно именно кому написано живой мужчина хозяин меня Антон я очень удивился мне никогда такого не присылали именно вот таким извещением так сейчас покажу вот чем меня удивило написано кому живой мужчина хозяин меня Антон я посмотрел еще причем а вот тут я в чекодав читался я посмотрю плата за возврат так возврат и короче я просто взял этот трек номер отследил и получилось так что я понял откуда это короче я когда отправлял я прям писал живой мужчина хозяин меня Антон а отправлял я куда-то в Москву и просто я не знаю почему наверное из-за того что оператор неправильно фамилию указал или адрес либо адреса не существует ну короче данное письмо вернулось вот и поэтому за возврат там еще доплатить что-то надо но факт в том что пришло вот и вот вы мне скажите с каким документом я должен получить данное письмо обратно ну оно простое да а если заказное также отправить указать несуществующий адрес и оно просто вернется обратно заказное и вот такое заказное по идее ну никак невозможно получить по паспорту вот вот такая вот такая штука обнаружено я сам себе тоже отправлял как живое живорожденное живому живорожденному ну правда мне пришло как бы ну в подъезде короче в ящик почтовый все нормально все хорошо но ты можешь заказное ты можешь заказное именно отправить чтобы получить это я по-моему как заказное да и там номер вот этого заказное не имеет права отправить не заказное а ценное с объявленной ценностью вот ценное письмо не имеет права выдать без удостоверяющего личности документа не помню по поводу ценности но с описи точно отправлял есть еще вариант говорю на этом на китайском этом алиэкспрессе там прописать есть вариант еще вот как ты да только народ берет делает открытку свою собственную сами ее рисуют и фотографию свою кто-то в полный рост кто-то портрет и отправляет там живой мужчина хозяин меня Антон все отправил оно приходит на почте приходишь получать они говорят а где ваш документ говорит а какой документ я хочу без документа получить но мы не можем а вы без документа если вы не выдадите я на вас подам жалобу вы все равно мне выдадите я сейчас полицию вызову и вы меня все равно выдадите почему да потому что это моя собственность а чем докажете а на открытке мое фото смотрите это я сам себе отправил вот мое фото это моя собственность это интеллектуальная собственность авторское право имеет ценность для меня только я имею право получать вот тут на открытке мое фото и все ему выдают и при этом есть рек номер на который можно ссылаться это уже так называемый статус патчмейстера так читаю вопрос айгуль там пишет айгуль но чуть выше у меня свидетельство о рождении СССР немного повредил ОСТ кто такой ОСТ в результате пожара в нем указана Башкирская АССР мне вообще смогут его заменить интересно что они напишут а может не стоит показывать а сразу заполнить форму 4 а запросить ну не ясно что пишется ну конечно проще форму номер 4 заказывайте тогда уже будет о чем поговорить можно а в смысле стоит ли получать новое свидетельство о рождении всегда по разному происходит не факт что вы получите форму номер 4 из АГСа и там будет точно такие же вы посмотрите вроде все в порядке а потом заказывайте свидетельство о рождении а там совершенно другая информация такое тоже бывает народ присылает говорит везде все разница как повезет и приходится вплоть до того что в суд обращаться чтобы внесли это корректировки так в апелляционный суд приду попрошу удостоверения судьи подтверждение полномочий откажут подать отвод и потребовать другого судью ну да друзья открываю вам чат давайте пишите свои вопросы так а у нас что-то тут это какие-то еще спамеры есть я так понял да что-то дергается ну вот руку просит давай так Денис Сергеевич наверное так говорите да да совершенно верно здравствуйте всем доброго времени суток это вот как раз вопросы сейчас в чате которые читали про письмо из которое самому себе от самого себя живого самой себе живой короче женщина отправляла просто как-то чат начали снизу читать изначально вопрос звучал является ли почта нотариатом по некоторым версиям да даже выше даже круче чем нотариат потому что нотариат действует внутри страны а почтовый союз он ему я так понял есть информация что подчиняется вплоть до того что все армии мира сашлика так ну вот вот этот вопрос как раз меня интриговал получается что наш главпочтамт это даже лучше чем нотариат и поэтому само письмо вот это вот отправив самому себе самому живому можно и заверить женщина там такую операцию проводила что получается она в письме заклеивала афидевит заклеила полностью заказное письмо себе отправила и создала дома документ такой же который находится в письме точности с фотографией все там свои пальцы печатями понаставила я живая женщина там туда-сюда и в этот документ списала трек на отслеживание и пришла получать это письмо с этим треком уже и документом полностью волеизъявления что я являюсь такая такого-то рода в общем я не помню видео но имеет же место быть такое вот получается афидевит она заверила на самой почте я же говорю это тема почт министера посмотрите лекции Дмитрия Мельцера у него серия лекций примерно 15 штук как минимум я думаю штук 20 уже он об этом очень подробно рассказывает как писать что делать каким образом наискось там какие марки использовать как этот трек номер получить как отправить самому себе как документ потом на основании этого трек номера сделать свой собственный документ который будет котироваться везде на всей планете ну и вот здесь сразу возникает вопрос закономерный афидевит опять же насколько я понял он уводит в римское право и кто-то над тобой опять же опипун получается вот так вот почему где-то я такое вычитал то ли в видео смотрел столько информации за последнее время я вот за всю жизнь столько информации не поглощал сколько вот крайнее время буквально месяца три моей жизни я посвящаю этому всему я тебе завидую у тебя есть время поглощать информацию меня информация сама догоняет и с утра будет и вечером не дают заснуть и днем постоянно куда-то езжу что-то делаю и видео монтирую время есть на самом деле у всех но ситуация такова что информации сейчас очень много фейковой много вбросов кто куда одеяло тянет непонятно и здесь приходится разбираться отправляя запросы туда раздобывая там даже ту же информацию про те же сайты на которых ты вот лазишь просто вот фейковый не фейковый как давно созданы какой авторитет у этих сайтов прям это просто так все не дается поэтому хотелось бы вот одним разом взять ковшом это все и испить эту чашу вот как а дальше что а дальше дальше развиваться уже за счет чего если чаша пустая да нет почему пустая чаша не может быть чаша энергии вообще никогда не может быть пустой но ты же все выпил разом ну может быть немного не так выразился больше всего меня вот интересовал нотариальный вопрос именно почты и что вот это на самом деле вот просто снизу когда пошли читать ты уже об этом обо всем сказал Антон что на самом деле ты фотографию туда просто вплеил на этой же открытке и вот пожалуйста и там еще и трек вписал пожалуйста вот у меня трек вот по треку вот это письмо пришло вот моя фотография это мой документ и является совершенно верно ведь верно то верно но есть версия что обращаясь к почтовому союзу ты тем самым подпадаешь под их так называемую опеку то же самое с нотариатом ты обращаешься к кому-то чтобы кто-то за тебя заверил твой же собственный документ логично заверяешь что ты его сам вот там и была самая вот это не-не-не-не ты его создаешь сам а заверяют тебе через почту либо через нотариат дело-то там вся хитрость была у этой женщины вот ты сейчас говорил какой-то там мужчина несколько видео создавал про патчмейстера а там дело все было в том что эта женщина уже создала документ который внутри лежал и отправила его на почте и она его каким-то я так не помню полностью подробности как она это сделала но вот этот по которому она получала документ она туда вписала трек а этот же документ лежит там только без вписанного трека внутри письма но она его не распечатывает хранить зачем-то я так и не понял для чего и почтмейстер плюс там еще был такой вот момент я буквально сегодня отправлял заказные письма с уведомлениями и когда оплачиваешь на почте дают чеки и я так ненароком у женщины спросил которая меня обслуживала у почтальона я говорю а вот в чеке почему-то не написано от кого отправлено и кому она говорит вот здесь момент интересный если бы ты мне сразу сказал в чеке было бы написано все что ты написал на конверте от кого отправлено и кому я говорю ну я вот что на будущее значит не она обязана это указывать что это не у вас там обычный чек она просто выдала операция конверт столько стоит письмо заказное туда-то но они мне не столько важны были что они там от кого кому пойдут сам чек есть есть я просто уже пробивал почву так сказать как раз вот этот афидовид мне был интересен но почему-то афидовид я где-то видел информацию что он уводит корнями опять же в римское право нет тут дело в другом я же тебе пояснял если ты сам свой собственный документ составил то ты сам и мой учредитель и хозяин и ты по сути дееспособный ты самодостаточный ты самодержавец тебе не нужен там заверяющий какой-то смысл ясен мне как бы этот смысл ясен с одной стороны тогда ну я не понимаю для чего кому-то доказывать что я живой я сам вот сам для себя понимаю что я живой я вот действительно вот он больше мне кому и зачем это доказывать и объяснять если люди не идут на такой контакт что там я живой они там себя чувствуют персонами или физлицами это же уже их совершенно персонная персональная жизнь физическая лицевая я не знаю как ее назвать ты вообще тему живых знаешь откуда ноги растут изучаю еще не буду сейчас голословить как-то про дату смерти юридическую знаешь 1899 1899 год да конечно слышал ну так тут в этом весь смысл не просто сказать что ты живой а в том что ты находишься в живых ну объявить себя живым то бишь там же четко сказано если в течение семи лет никто не объявится то все его имущество и родовое то самое наследство про которое мы говорили родовое наследие да все его имущество и его рода если никто не объявится и среди них в качестве живых то они как бы превращаются в мертвые души и этими мертвыми душами и всем имуществом управляет опекун государство ясно да 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 ты можешь уже предъявлять все права на все свое имущество и все что было создано на основании того имущества когда им кто-то владел тут подтягивается авторское право то есть ты буквально начинаешь а что микрофон опять отключили я не отключал все все включил это я разблокировал телефон с телефона просто работаю ну и вот хотелось поинтересоваться за несовершеннолетних детей как их выводить из этого поля ну во-первых намного проще не вводить чем выводить согласен уже поздно уже после драки кулаками не машут как говорят ну а что поздно что произошло свидетельство и паспорт да свидетельство и паспорт теми же самыми путями получается все надо делать где выход там и вход ну по идее да ну опять же вы готовы жить без системы без банковских карточек вот этих а я так и живу если честно уже на протяжении лет лет восьми я самозанятый сейчас человек в принципе работа на дядю не работаю карточками не пользуюсь единственное что вот с банками супруги ипотека вот мы со Светланой Васильевной вопрос решаем а вот я уже как давно отчетенец получается от системы ну вот когда всей семьей научитесь вот тогда можете принимать общие шаги ну почему же я не думаю что можно так можно изначально и самому взять опеку над всей семьей правильно же но если логически думать то ты и так опекун для всей семьи потому что жена потому что жена за мужем а вы оба вместе с ней опекайте своих детей я с этим полностью согласен но есть некоторые подоплеки моменты такие как допустим те же пока еще пособия какие-то пенсии там вот по потере кормильца у меня есть у дочери такие вот моменты их сразу от них не откажешься и сразу всем вот так вот бросаться я не знаю но ты уже назвал пособия ипотека это уже достаточно чтобы серьезно подумать а стоит ли выходить из системы потому что это крючки хорошие они вас держат я и говорю ну так они держат не меня я то могу выходить смело а дальше не тебя а что жена не твоя что ли ты что за себя только думаешь или за семью мы и думаем за семью чтобы я только что сказал что грудью на амбразуру не бросаться и все сразу от всего этого как бы со всех крючков не соскакивать потому что смысла пока нету так же вот не получится вот мы раз таки и все в чистом поле но я разве не прав ну конечно логически правильно думаешь в чем вопрос вопрос мы уже порешали про почтмейстеров про все что нужно я услышал я думаю люди которые находятся с нами в зуме они тоже услышали информацию давай покажу этот где найти информацию про Дмитрия потому что многие он спрашивает не знает в чат ссылочку и все и будет замечательно и все попользуются да я прочно это покажу как найти самостоятельно что чат можно забыть где он и как а вот умение искать информацию никто не отнимет согласен пишем в ютубе Дмитрий Мецлер Мецлер да Мецлер и вот его канал ютуб тут у него очень много интересных вещей он этот советский эмигрант с семьей уехала в Германию русскоговорящий но самые знаменитые его видео это про категорический отказ и про у него есть серия отказ от услуг РФ не помню а да категорический отказ от услуг РФ короче это старые видео вот тут у него сколько 12 видео вот тут он рассказывает про этот про патчмейстера как на почте это сделать и т.д. и т.п. тут получается самый интригующий момент получается в том что вот эти видео которые вот я в ютубе нахожу у них как минимум сроки видео вот так вот скажу три недели назад смотри видео это вот Меслера Дмитрия да да хорошо я посмотрю обязательно он долго видео не выпускал по крайней мере я мало чего слышал о нем ну вот судя по а ну да вот он 8 месяцев назад третье видео выпустил и вот последние два его видео три недели он выпустил это про категорический отказ ну я говорю что людей скорее всего либо блокируют каналы на какое-то время ставят их на паузу вот эти вот когда информация начинает идти и люди начинают интересоваться им скручивает просмотры и как-то их удаляют из сети чтобы не было вот этого распространения информации ну а это ясно ты сам видел что тут показывают эти боты которые набежали ну да ну я премного благодарен все что я хотел на сегодняшний момент я для себя разобрал даем вопрос кому-нибудь еще всего доброго благодарствую Наталья тянет руку Наталья я включил Наталья вы здесь говорите слышно меня да я смотрела ваши здравствуйте я смотрела ваши видео как вы ходили в ЗАГС а кто мы ну ваше видео вы ходили это самое спрашивали про форму П4 вот я к тому что я тут один лучше на ты разговаривать а хорошо ладно вот что ты ходил значит в ЗАГС и там про форму номер 4 и что да самое какой потом получился ну как сказать это итог как допустим идти и что я хочу допустим сходить на себя ну дочка вот у меня была рождена в Узбекистане я вот здесь в Нижнем Тагиле родилась а дочь у меня родилась в Узбекистане допустим да как быть то вот чтобы запрашивать форму номер 4 это П4 не П4 а просто форма номер 4 а да номер 4 да 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 так у меня такая же ситуация я родился в городе Казань живу в Сургуте я у меня возник вопрос как я могу получить форму номер 4 я пришел в ЗАГС я еще до этого еще не помню когда летом или еще раньше ходил я пришел зашел к ним мне нужна форма номер 4 но я родился в другом городе что мне делать мне рассказали что вам нужно во-первых оплатить госпошлину 200 рублей выдали реквизиты выдали бланк заявления который нужно заполнить и пояснили вы оплачиваете заполняете это заявление отправляете в город Казань они через месяц присылают ответ нам мы вам звоним вы приходите и мы вам выдаем понятно я только сомневаюсь Узбекистан они вышлют или не вышлют еще раз сначала схема одна и та же приходим в ЗАГС и спрашиваем как быть все понятно все спасибо большое Благодарствую Друзья у меня предложение на сегодня закончить я вижу что вопросов больше нет если у кого-то какие вопросы остались друзья пишите мне в контакт в личку я дам контакты Антона в любом случае завтра видео запись сегодняшней встречи будет там контакты Антона будут тоже договорились давайте прощаться просто у нас уже 12 час ночи с Антоном вот благодарим друзья всех кто сегодня пришел спасибо огромное за участие за вопросы продолжим следующий вторник да Антон да приходите на субботний эфир я там на текстовые вопросы отвечаю на ютубе да друзья в субботу тоже приходите благодарим спасибо огромное ну все благодарствую всем счастливо благодарствуем спасибо огромное всем пока пока спасибо Продолжение следует...